Человек, которого зовут Маней. На иврите его имя было бы Менахим. И оказывается, что Менахим был одним из людей, возглавляющих Сангедрин. Я вам еще раз повторю. Он был одним из двух председателей Сангедрина. И он описывает еврейскую жизнь того времени таким образом, что нам сразу становится ясно, что он был последователем Яшуа. Иными словами, председатель Сангедрина был одним из учеников, одной из частей Мессианского движения. Это просто впечатляет, правда? По крайней мере, я думаю, что меня впечатляет. Вот такое влияние имело Мессианское движение в первом веке. Нам говорится о том, какой статус занимали эти люди в иудаизме. И есть несколько аргументов, почему этому следует верить. По крайней мере, в Риме, а возможно, еще где-то в других местах, Мессианские евреи оставались частью еврейской синагоги. У нас есть археологические доказательства, что они, в принципе, пользовались одними и теми же молитвенниками и одними и теми же гимнами, что в Риме они являлись органичной частью синагоги. А кроме того, они вместе были захоронены и те, и другие в римских катакомбах. И вот мы подбираемся к одному удивительному заявлению Епифана. Он описывает группу людей, которая называется Назаряне. Не нужно много ума для того, чтобы понять, о ком идет речь, почему они назвали себя Назаряне. У вас есть вопросы по этому? И кроме того, Епифан абсолютно не был Назарянином. Но он писал в 400 году. Я вам процитирую, это очень такое долгое описание. Внимательно послушайте. А теперь мы с вами особо посмотрим на Назарян. Они были евреями, и не было никого из неевреев. Они принимали не только Новый Завет, но использовали также и Ветхий Завет евреев. Они читали книги Закона, Пророков и Писаний. Они обрезались. Они продолжали исполнять те традиции, которые мы находим в Законе. Они были такими еврейскими в своем жизненном стиле, что считали Иерусалим домом Бога. Послушайте внимательно. В результате все евреи вокруг почитали их. Я снова это скажу. В результате все евреи вокруг почитали их. Иными словами, аж до 400-го года они все еще являлись частью еврейского общества. Иными словами, их не выгоняли из синагог. Понятно ли это отсюда, да? Эпифан — это историк, который писал в 400-х годах. Дальше он продолжает. Назаряне абсолютно ничем не отличались от евреев. И они все учения, которые касаются Закона, разделяли. И они продолжали исполнять обряды евреев. Тем не менее, они верили в Мессию. Они учили о том, что есть только один Бог и его сын Иешуа. Извиняюсь, он тогда писал Иисус. Они были очень образованы в еврейском языке, «Ибо они любили евреев и подобно евреям». Подобно евреям, извиняюсь. «Читали всю Тору и затем пророков». Вы понимаете, о чем идет речь? Они читали Тору и Хаф Тору. Иными словами, они делали так, как делают синагоги. Они отличались от евреев потому, что они верили в Мессию и от христиан. Потому что до сегодняшнего дня они исполняют еврейские ритуалы. Такие, как обрезание, суббота и другие церемонии. Это очень хорошее, интересное описание. Но именно вот так выглядело мессианское общество, мессианская община в 400-м году. Кроме того, у нас есть описание Иеронима. Он писал в 5-м веке. Он говорит следующие слова о Назарянах. Их можно найти во всех синагогах Востока среди евреев. Я еще раз повторю. Мессианские евреи или Назаряне находились во всех синагогах Востока среди евреев. То есть, они оставались частью еврейского общества. Кроме того, у нас есть свидетельство археологическое из Капернаума. Что они нам говорят? Я читаю из магазина, из журнала «Библейский археолог». Если мы последуем тем слоям и структурам, которые мы находим там на раскопках, мы можем сделать такое заключение. что как еврейское, так и мессианское еврейское общество продолжали жить в гармонии аж до 7 века. Вы слышите, что говорит этот журнал? Археология нам свидетельствует о том, что как мессианские верующие так и все остальные евреи жили вместе в Капернауме. Это был очень важный еврейский центр. И, конечно же, мы помним, что там жил Яшуа. И они продолжили жить вместе до 7 века. И они продолжали жить вместе аж до 7 века. По крайней мере, до 600 года. У нас здесь историческая дискуссия. Есть вопрос. Вопрос такой. Некоторые авторы говорят о антагонизме Павла и Петра. И что община Петра продолжала следовать традиции. А общины, которые соединяются Павлом, они не следуют. Some authors talk about the contradictions between Paul and Peter. And some followers of Peter were still observant while the followers of Paul were not. Okay, now, I will ask you the question in such a way that you can answer it. Я просто этот же вопрос задам, и вы сразу поймете, каков ответ на него. Some scholars indicate that the followers of Rav Shaul were not observant. Некоторые ученые говорят, что последователи Rav Shaul были неисполнительными евреями. To answer that question, let's go back to Acts 21. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на 21 главу Деяний. What does Acts 21 teach us concerning the answer to that question? Что, чему нас учат 21 глава Деяний относительно ответа вот на этот вопрос? Because Acts 21, the same accusation is made or the same rumor is made. В Деяниях в 21 главе были те же самые слухи и абсолютно те же самые обвинения в сторону Павла. that neither Rav Shaul nor his followers were observant. What does Acts 21 teach us? Yes, it's very clear here that they were observant. And Rav Shaul does what he does in Acts 21. And in 21 главе Деяний Rav Shaul все-таки делает то, что он делает. Именно для того, чтобы показать и доказать всем людям, что они исполняли закон. Because he had taught them to be. Потому что сам Rav Shaul учил своих последователей делать то же самое. And he does that in Acts 21. И он делает все то, что сделал в 21 главе для того, чтобы показать, что он тоже был очень исполнительный. So if we observe his life carefully и так в своей жизни он был очень исполнительным and remember and remember his words carefully он очень был также в своих словах он был очень аккуратен. Then we can say in all due respect и мы со всем почтением и уважением можем сказать those scholars got it wrong. Что эти ученые, которые утверждают такие вещи ошибаются. That's why I said what he did at the very beginning of this morning. Поэтому сегодня утром с самого начала я сказал вам we need to read the text very carefully. Нам нужно очень аккуратно и внимательно читать текст. And we need to observe the context very carefully. И мы очень внимательно должны исследовать контекст. That will answer almost every biblical question you have. И тогда вы сможете найти ответ на любой вопрос по Библии. All right? Хорошо? One more from Epiphanius. Еще одна цитата из Епифана. Епифанius writes about another man by the name of Josephus. Епифан пишет еще о одном человеке которого звали Иосиф. And this Josephus was a 4th century leader in the synagogue in Tiberius. Этот Иосиф был лидером синагоги в Тиверии в 4th веке. Now this was not a messianic synagogue. Это была не-messiанская синагога. And Tiberius was a very important rabbinic center. А Тверия это один из самых важных древних раввинистических центров. So this Josephus was a leader of the synagogue in Tiberius. Возглавлял синагогу в Тверии. A very important rabbinic city. В одном из великих раввинистических центров. эпифаниus tells us the story of how Josephus became a messianic Jew. Эпифан рассказывает нам историю о том, как этот Josephus стал messianic Jew. Now that's significant in and of itself. Сам этот факт имеет огромное значение. The leader of an important synagogue in an important rabbinic center becomes a messianic Jew. Лидер очень важной и очень значимой синагоги становится messianic верующим. Но то, как это произошло, это еще большую интригу приносит нам. Он прочитал копию Евангелия от Матфея на иврите и он прочитал копию Евангелия от Иоанна на иврите. И даже не это нас заставляет удивляться. Удивляемся мы, где были найдены вот эти еврейские копии. Нашел он их в библиотеке своей собственной синагоги. Вы понимаете значение этого всего? Сама синагога в Твери считала еврейские тексты Евангелия от Матфея и Евангелия от Иоанна как нечто очень еврейское, как это еврейские раввинистические тексты. Они считали эти свитки еврейскими. То есть частью еврейской культуры еврейского общества. я говорил вам, что мы будем с вами сегодня заниматься до часу, но если вы сейчас только всего лишь на 10 минут сделаете перемену, то давайте сделаем сейчас перемену. потому что за эти два дня мы слишком много пытались рассмотреть материала. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы могли мне вот таким образом такую авантюру предпринять, все это так сильно сократить. это фактически исполнение моей мечты. Но мне все-таки нужно продолжать и закончить то, что мы должны закончить. Я рассказываю вам о том, каким был мессианский иудеизм. Этот рассказ дает нам несколько выводов, что Яшуа и Рав Шауль, кроме того, самое раннее мессианское общество и шлихим, апостолы, все были частью еврейского религиозного общества. И в конце сегодняшнего урока, который перед нами был перед этим, я прочитал вам отрывки из исторических документов и археологические данные для того, чтобы показать вам, что мессианские верующие оставались частью еврейского общества. после второго века нашей эры они продолжали быть там в еврейском обществе до четвертого века. В пятом веке их можно было найти во всех абсолютно синагогах Востока. И в соответствии с археологическими данными найденными в Капернауме, они жили в гармонии со всем еврейским миром аж до седьмого века. Иными словами, нас не выкидывали из синагог. По крайней мере, по историческим данным, нет никаких свидетельств. И по сути, два наших Евангелия были были частью очень знаменитой библиотеки, очень знаменитой раввинской синагоги. Это было, по крайней мере, в четвертом веке. Вы понимаете, что это подразумевается здесь? Но у нас возникает с этим проблема. По сути, две проблемы. Первый вопрос, который я хочу задать, вы уже слышали. Что же мы должны думать о части очень важной еврейской молитвы Амеда? Там, где у нас есть молитва против еретиков, которая называется Биркат Хаминим. Вы слышали, да, что есть такой вопрос, он обсуждается? Кто-то нет, кто-то слышит. Есть некоторые ученые, которые говорят, кроме того, очень многие мессианские учителя тоже соглашаются с этим мнением. Что вот этот конкретный отрывок, который произносят слова против еретиков, был включен в эту молитву для того, чтобы молиться против мессианских евреев. Перед этим, когда я ездил в Москву, я читал очень интересный журнал теологический, там выдавался ответ или консенсус, который нашли ученые именно по этому вопросу. они пришли к выводу, что конкретно вот эта часть амиды абсолютно не подразумевалась как проклятие против мессианских евреев, и более того, она даже не задумывалась с такой целью. то, что я вам говорю, это тот вывод, то решение, которому пришли лучшие ученые сегодняшнего дня. Не все, конечно, соглашаются с таким консенсусом. Еще две вещи я хотел бы сказать вам, и это талмудские references к этой специальной прерой, Биркат Хамминим. Фактически там рассказывается очень много о молитвах, Брахот, 28D to 29A, это находится в трактате Брахот 28D 29A. Там талмуд говорит о том, о куске, который называется Биркат Хамминим. И он называет Биркат Хамминим, внимательно послушайте, Биркат Ха-Цадуким. Знаете, что это такое? Саддук Ким Саддук Ким Саддук Ким Саддук Ким На самом деле он называется там Биркат Ха-Цаддук Ким это против Саддукеев. In other words, the authors of the Talmud, the great rabbis of old, the great rabbis of old, who were also involved in the creation of the Amida, которые принимали участие в сотворении молитвы Амеда, говорят нам, tell us what this prayer is all about. О чем эти все молитвы? It's not against the messianic Jews. Они абсолютно не против messianic евреев. It's against the Sadducees. Они против Саддукеев. And knowing the second temple period, you can understand why that would be the case. Is that clear? Because you will hear otherwise. Perhaps even in the next several weeks or the next several months. But I want you to be clear about the texts of history and the texts of the Talmud as well as the texts of Scripture. Now, that brings me to the second problem. If the messianic Jews were so much a part of the traditional Jewish community, why did Yeshua have such apparent conflict with the Pharisees? Почему же у Yeshua был такой явный, очевидный конфликт с фарисеями? It seems that almost every other time they were in disagreement with each other. Well, as it turns out, there's a lot of areas of complete agreement between Yeshua's teachings and the Pharisees. Let me remind you of some of Yeshua's teachings. And this will be sort of a test for you. I will ask you where these teachings come from. Here's the first. He who humbles himself, the Lord raises up. And he who exalts himself, the Lord humbles. Sounds familiar? Can anyone tell me where it's found? No, not in Proverbs. No. It sounds like the Proverbs. You're right. In the Gospels? Yeah, you probably find something like that in Luke 18. And verse 14. There's just one problem. I didn't quote that from Luke. I quoted that from the Talmud. Let's try another one. Let your yes be yes and your no be no. Where does that come from? Yeah, it's from the New Testament. Well, you'll find it in Matthew 5. Verse 37. But I quoted it from the Talmud. How about turning the other cheek? Where do you find that? Right. You can find it there. But you can find it in the Talmud. How about praying for the one who does you evil? That you can also find in the rabbinic literature. Whatever you don't want others to do to you, don't do to them. Where is that from? Where is that from? Where is that from? Talmud. It's all from the Talmud. Are you getting the picture? Now you understand, right? In fact, what I quoted to you was the teaching of Rabbi Hillel. Now, although this is admittedly far later than Yeshua. It's still in keeping with the writings of the earlier rabbis. It's from the famous rabbi Maimonides, the Rambam. We know, что записал это все великий Маймонид или Rambam. So listen carefully to what he says. Давайте послушаем внимательно, что он говорит. How great is the duty the Torah imposes on us? Our parents, we are commanded to honor and fear. Нам заповедано, чтобы почитать своих мать и отца и бояться их. To the prophets, we are ordered to obey. Когда нам говорят пророки, нам заповедано, чтобы мы их слушались. A man may honor and fear and obey without loving. Но при этом человек может бояться, почитать и слушаться, не имея внутри в сердце любви. But in the case of strangers, но в случае, когда мы сталкиваемся с чужеземцем, we are commanded to love them, нам дана заповедь, чтобы мы любили их with the whole force of our affection. То есть, любили всеми своими силами. Love your enemies. Любить своих Sound familiar? Любить своих врагов. Правда, похоже это? But that too is teaching of the rabbis. Но это тоже учение раввинов. There was a gentleman whom I met several years ago. Одного человека я встретил, может быть, несколько лет назад. который написал диссертацию докторскую, которая была посвящена тому, что он сравнивал один маленький отрывок из Талмуда с Новым Заветом. The tractate he chose was Pirkei Avot. It's one of the earliest and one of the shortest sections of the Talmud. It's six or seven chapters long. And in that short space of six or seven chapters И вот эти вот очень короткие шесть или семь глав This researcher found over 400 parallels вот этот исследователь нашел в них около 400 параллелей с Новым Заветом. Parallels between Pirkei Avot and the Newer Testament. Parallels между Pirkei Avot and the Newer Testament. In one small section of six or seven chapters Один трактат в котором шесть или семь глав всего over 400 параллелей содержит более 400 параллелей. So let me get in trouble one more time. Вот еще одна беда которую я вам хочу представить. And you know of my fondness for getting in trouble. Вы видите я снова попадаю в западню постоянно в беды какие-то. As others have in fact pointed out очень многие ученые уже отмечали every one of Yeshua's teachings can be paralleled by the rabbinic writings. что любое учение которое мы находим у Мессии отзывается эхом в раввинистических писаниях. Снова вам повторю. Every one of Yeshua's teachings can be paralleled by the rabbinic writers. Любое учение Мессии находит свою параллель в учениях раввинов. So then what about his disagreements with the Pharisees? Тогда что же мы должны сказать о всех этих спорах с фарисеями? In Yeshua's time there were two main schools of Pharisees the schools of Hillel and Shammai. And often they disagreed very fiercely with one another. So if Yeshua was in agreement with one side he would of course have to be in disagreement with the other side. and that's exactly what you find. Well, what about his condemnation of the Pharisees in Matthew 23? Well, that's pretty strong. That's pretty strong. But the Talmud is even stronger when it condemns the Pharisees. But the Talmud is even stronger when it condemns the Pharisees. At least the hypocrites among the Pharisees. It even says let ravens peck out the eyes of the hypocrites. It even says let ravens peck out the eyes of the hypocrites. Even Yeshua didn't say that. Even Yeshua didn't say that. And in the Midrash you can read that everybody thinks he's a Torah scholar but he is not. He wraps himself in a tallit and puts on tefillin. And yet he oppresses the poor. But the Holy One blessed be he says I will punish him because cursed is the one that does the work of the Lord deceitfully. Because the Talmud is the one that does the work of the Lord that does the work of the Lord deceitfully. The Talmud speaks also in much the same way. Talmud тоже очень много говорит таким об этом. Особенно когда описывает то, что называется язвы фарисеев. И одна из язв фарисеев описанная Talmudом это лицемерие. И именно мы видим что Иешуа тоже обличает лицемеров. Талмуд дальше говорит язвы фарисеев приносят разрушение во весь мир. И дальше он продолжает великое осуждение и жесткое наказание придет придет на тех кто ведет себя лицемерно. Иными словами когда мы читаем Талмуд и когда мы читаем 23 главу Матфея или другие слова Иешуа вы находите те же самые образы и те же самые обличения тех же самых явлений а именно лицемеров среди фарисеев. Но это абсолютно не значит что все фарисеи были лицемерами потому что даже сами фарисеи признавали что среди них существовала часть людей которые были лицемерами. И по сути все эти споры между двумя школами фарисеев были настолько сильными настолько горячими что нам даже есть такая запись в Талмуде это история об одном очень важном раввине первого века Доса Бен Харкинас его звали Йосеф Бен Гаркинас который критиковал своего собственного брата потому что его брат он больше как бы был вместе с домом Шамая Now this rabbi Dosa and this rabbi Dosa as a result of this decision в результате этого решения calls his own brother называет своего собственного брата первородным сатаны Wow yeah in other words even when Yeshua spoke of certain pharisees иными словами когда даже Yeshua говорил о определенном роде pharisees as being sons of the devil называя их сынами дьявола he was following good rabbinic precedent фактически он просто следовал прецеденту который мы находим в раввинистической литературе one important rabbi called his own brother son of satan now when anyone wants to pick one of the traditions or a commandment of the Torah that Yeshua breaks если кто-то пытается найти в Новом Завете хоть одну заповедь которую из традиции которую нарушил Yeshua they usually select John chapter 5 and verse 8 они обычно пытаются указать на Иоанна 5 главу 5-8 8-8 Иоанн 5-8 let me remind you of the passage я вам напомню что там в том отрывке it's another lame man там снова идет речь об одном хромом человеке it's Shabbat там время Shabbat it's Jerusalem происходит это в Иерусалиме все Yeshua says to the man Yeshua говорит этому человеку pick up your bed and walk возьми-ка свою постель и иди he's working on Shabbat и тут сразу вывод он работает в Shabbat however if you check the early Jewish sources тем не менее если вы проверите что написано в ранних раввинистических писаниях you will find that carrying things inside a walled city вы увидите что если человек носит свои вещи внутри огороженного стеной города там это не считается работой а мы знаем что Иерусалим огорожен стеной то есть иными словами когда человек нес свою постель это на самом деле не было работой по крайней мере так она не считалась работой в то время поэтому тот парализованный который взял и понес свою постель не нарушал даже с точки зрения раввинов какие-то заповеди о Shabbat но вместо этого он стал свидетельством великих событий великих свершений которые творил Бог и он был свидетельством именно в Shabbat а такие свидетельства они как раз таки в Shabbat и нужны человечеству мы знаем одного очень известного еврейского ученого его зовут Шамуэль Сафрай он является профессором в еврейском университете профессор именно который изучает вот этот период времени в истории когда он изучил все исцеления которые провел в Shabbat он сделал такой вывод Jesus' Sabbath healings исцеления Иисуса произведенные в субботу которые так сильно разозлили глав синагог на самом деле были дозволены с точки зрения законов Танаев Яшуэль Яшуэль Шаббат healings те исцеления которые Яшуэль делал в Шаббат были были разрешены с точки зрения самых ранних Танаим называется ученых Талмуда Учения Танаим являют собой сердцевину Талмуда то что мы называем с вами Мишна Я хочу посмотреть еще один отрывок его можно найти во второй главе Марка и также в 12 главе Матфея и снова там все происходит в Шаббат когда Яшуа и его последователи идут по какой-то дороге и они проголодались потому что уже все магазины в которых продаются продукты закрыты потому что уже Шаббат что же они делают они проходят через поле на котором растет зерно они срывают зерна и они начинают есть их потому что они как бы вот это их Шаббат трапеза но мы должны с вами кое-что понять в этой истории никакая группа евреев которая входила бы ходила или начинала просто ходить по полю с пшеницей это просто не дозволялось нельзя было ходить и топтать пшеницу ни для каких евреев однако можно было это сделать зайти в пшеничное поле и топтать там его только тогда когда весь урожай был снят уже был полностью снят весь урожай в этом случае любой человек мог войти в поле поднять зерно которое лежало на земле очистить его в своих руках и есть сама Тора описывает такие вот случаи девятнадцатая глава Левита нам говорит об этом там написано что нельзя срезать край своего поля нельзя собирать те зерна которые падают при сборе урожая на землю их нужно всегда оставлять для чужестранцев и для бедняков именно так поступал Йошуа его ученики фактически шли через поле в котором уже был снят урожай они поднимали зерна они очищали их и съедали их но можно ли это назвать работой талмуд 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 вот такие вещи говорит об этом те снопы которые можно поднять всего лишь одной рукой их можно носить в шаббат кроме кроме того можно ломать их рукой и можно есть от такого снопа так говорит трактат шаббат это именно то что делали ученики и он приводит два примера помните Давид участвовал в трапезе он ел особые хлебы в скини кроме того священники занимаются работой то есть приносят жертвы в шаббат они обязательно приносили жертвы какой смысл в том что он говорит именно тот отрывок который цитирует Иешуа то есть Осию а кроме того те примеры когда Давид ел хлеб из кинии и кроме того субботние жертвоприношения в храме все эти три примера тоже используются это все те три примера на основе которых фарисеи приходят к выводам что помогать людям в тот момент когда от этой помощи зависит их жизнь важнее чем исполнять условия шаббата то есть Иешуа использовал те же самые места писаний те же самые примеры которые мы находим в писаниях точно так же как это делали фарисеи для того чтобы показать те же самые истины касающиеся шаббата он цитировал фактически фарисейские примеры и фарисейское мнение он высказывал понятно ли вам это тогда вы вспомните что в Марке вся эта дискуссия идет именно таким образом шаббат был сделан для человека а не человек для шаббата вам это что-то напоминает как вы думаете откуда этот цитат Талмуд конечно же то есть это такая была у них дискуссия и сейчас еще немножко мы рассмотрим еще одну дискуссию это разговор о котором который мы читаем у Евангелия Марка в седьмой главе контекст этого обсуждения в том что там люди умывали либо не умывали руки как вы помните это еще один камень преткновения между школами Шамая и Гелели там весь спор шел о том когда и где и как нужно мыть руки и где и как можно мыть чашки которые естественно мы их держим руками именно в это время омовение рук имело огромное значение в некоторых религиозных кругах однако люди все время спорили когда и как нужно это делать если вы прочитаете девятнадцатый стих вполне возможно что в этом конкретном месте наши переводы не совпадают там сказано нечто подобное заканчивая весь все свое учение об этом вопросе Ишуа говорит что не то что входит в уста человека оскверняет его но именно то что исходит из сердца оно оскверняет потому что пища которая входит в уста она не идет в сердце она идет в желудок а затем уходит оттуда и многие переводы так это все выдают как будто он сказал что любая теперь пища является чистой у вас тоже да подобный перевод так некоторые переводы на самом деле такие у нас здесь есть несколько главных проблем здесь проблема номер один Ишуа просто сказал этим людям что они просто не послушались некоторым как бы не стали исполнять все эти правила то есть как будто Ишуа научил людей не исполнять тору или традиции Если это в самом деле так то не мог же он тут же просто взять и нарушить следующую заповедь говоря что вся пища является чистой во вторых сама структура этого стиха просто неправильно переведена во многих переводах контекст и сама структура говорит нам что Ишуа фактически говорил о физическом процессе пищеварения он говорил следующее все что входит в рот человека входит в желудок а затем просто дальше выводится из тела eliminating the food from the system таким образом та пища которая была съедена она выводится из тела таким образом тело очищается от этой пищи вы понимаете о чем говорится некоторые более точно переводят это место перевода именно так и нужно переводить это место и здесь само утверждение Ишуа оно интересное потому что оно очень похоже на высказывание одного очень знаменитого раввина первого века фактически это тот человек который смог воссоздать иудаизм после разрушения храма его зовут Рабби Йоханан бен Закай он говорит именно не мертвые не мертвецы делают вас нечистыми а живые и не вода очищает человека а именно повеления царя царей очищают вас очень похоже на то что сказал Ишуа итак о чем здесь вообще идет спор в чем суть конфликта и я хочу чтобы вы поняли это очень четко если абсолютно все учения Ишуа находят свои параллели в работах раввинов и мы в самом деле можем найти эти параллели если Ишуа не нарушал традиции и он в самом деле не нарушал их откуда все эти споры в Евангелиях вы помните что спросил у своих последователей Ишуа он не спросил что люди думают о моем учении спросил что люди думают о том кто я именно отсюда именно здесь причина в этом коренится причина всех абсолютно споров и раздоров вы помните то что мы с вами вчера рассматривали Ишуа заявил что он обладает уникальной верховной властью он заявил что у него была власть та которая была у Бога Марк 2 глава 10 стих это власть прощать грехи только Бог обладал такой властью то же самое можно сказать что таким образом власть лидеров или раввинов она страдала и также власть саддукеев в Иоанна в Евангелии Иоанна 11 главе 48 по 51 стих Иоанн 11 48 51 сказано они говорят что лучше пусть один человек умрет за весь народ нежели погибнет весь народ мы должны с вами понимать что тут они абсолютно не заботятся о народе саддукеи на самом деле пытались отстоять свою собственную статус свою собственную власть которую установили они в своем собственном народе позиция их статус или их власть могла быть просто оспорена другими людьми другими группировками если бы они не продолжали контролировать все вокруг но была еще одна проблема он заявлял о себе очень многое он говорил о себе что он сверхъестественный мессия он говорил о себе что он был Богом в форме человека и здесь тоже не нужно допускать ошибок вы помните какие были ответы на все эти утверждения помните что было в Евангелии от Иоанна в пятой главе также в восьмой главе Иоанна 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 девять десятой главе и 14 главе Марка во всех этих случаях люди говорили ему в ответ ты богохульствуешь ты обычный человек делаешь себя Богом потому что именно в этом заключается вызов именно в этом люди должны были прийти к определенным выводам услышав все эти заявления о Мессии если все эти заявления были неистинными что он буквально был не Богом в человеческой форме тогда он должен был быть богохульником у любого праведного еврея есть только два пути либо принять его заявления например как сделали Никодим и Иосиф из Аримафеи многие лидеры десятки десятки тысяч людей они приняли и посчитали что эти все утверждения истинны и другой путь это просто не принять этого всего обвинить его и распять за богохульство у них просто не было другого выбора именно поэтому он был распят поэтому не нужно ни в коем случае ошибаться он был распят за богохульство потому что те люди которые казнили его понимали очень четко и ясно те заявления которые он делал что перед ними стоял человек который заявлял о себе что он Бог который заявлял о себе что он тот который разговаривал из горящего куста тот который разговаривал на горе Синай именно им себя он выдавал он Продолжение следует... 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 Продолжение следует...